Обновленный Mitsubishi L200 стал победителем ежегодной профессиональной премии Внедорожник года. Автомобиль взял главный приз в номинации «Пикапы» по версии большого народного жюри. В этом году за победу боролись более 100 автомобилей, официально продаваемых в России. Номинанты были разделены на две основные группы – внедорожники и кроссоверы, которые в зависимости от длины кузова и колесной базы попадают в одну из шести подкатегорий – полноразмерный, среднеразмерный или компактный внедорожник, а также полноразмерный, среднеразмерный или компактный кроссовер. Пикапы вышли в отдельную седьмую категорию. Ежегодно в состав жюри входят две группы. Первая состоит из автомобильных экспертов, журналистов и блогеров. Вторая – так называемая «большое жюри». Вся аудитория клуба 4х4. Напомним, модернизированный Mitsubishi L200 дебютировал в ноябре прошлого года, а с этого марта появился у российских дилеров. К нам пикапы поставляются с прежним двигателем – четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,4 литра. В зависимости от комплектации, его мощность составляет 154 или 181 лошадиную силу. Шестиступенчатая механическая коробка передач осталась прежней, зато рестайлинг принес пикапу новый шестиступенчатый автомат i-Syn. Всего для нашего рынка предложено пять комплектаций. Как признается Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Motors в России, для японской марки L200 – это стратегически важная модель. И то, что она за короткое время завоевала рынок – верный показатель правильно выбранного направления, а именно – повышение надежности автомобиля. Машина стала более выносливой, производительной и при этом комфортной. Производство обновленного Mitsubishi L200 для российского рынка налажено в Таиланде на заводе в Лаем Чабанг. Цены начинаются от 2 миллионов 69 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова